Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы начинаем с небольшим опозданием урок Торы, но лучше поздно, чем никогда. Это известная народная мудрость. Неизвестно, правда, какого народа. Но есть такая мудрость, и мы сейчас, значит, по ней будем действовать. Все, Яков Шатарина смотрит. Зато, если начинать с опозданием, то больше людей сразу заходит в комнату. В любом деле, есть свои плюсы, свои минусы. Так, сейчас открываю я Мишли, четвертая глава. Мы изучаем Мишли, четвертая глава. Четвертая глава, отлично. Все. Итак, доброе утро, добрейшее всем прекраснейшее утро. И мы продолжаем наши уроки Торы, которые дают нам духовную пищу для мышления и дают нам связь с Богом, Создателем мира, со своей душой. Потому что если у человека не будет в голове слов правильных, то он даже не может сказать «доброе утро». И он даже, если слово «доброе» у него не присутствует в голове, он так никогда и не узнает, что утро может быть добрым. Он просто будет такое «утро», «утро», «утро». Если бы не было описаний, да, то человек бы просто говорил бы «утро». Хорошо, что мы изучаем Тору, а не безоценочное восприятие мира. Потому что есть известная история, как один дядя Федор из мультика «Простоквашина» поехал изучать безоценочное восприятие мира в Шаолинь. И он потом пишет письмо своим родителям. Он пишет «Здравствуйте, родители, я в Шаолине, дела у меня теперь никак. С этого момента». Потому что если безоценочное, то дела всегда будут никак. Как дела? Никак. Никак. Вот. А у нас мы не знаем, как дела. Мы знаем, что Тора нам сообщает все правильные слова. Если этими словами думать и разговаривать, а причем интересно, велите мудрецы Торы, они не разговаривают, вот как мы разговариваем там, ну вот, здрасте. Велите мудрец Торы, например, он до молитвы скажет, как написано в Шелхонорухе, что нельзя говорить до молитвы «Шалом». А до молитвы человеку, потому что ты еще с Богом не пообщался, до молитвы можно говорить только «Цафра Тава» на арамейском языке. «Цафра Тава» написано. Теперь они думают, если закон, надо сказать «Цафра Тава». Что имеется в виду? Имеется в виду, что можно говорить любое «здрасте», кроме «шалом» слова, которое является именем Всевышнего, или же нужно говорить именно «Цафра Тава». И есть, которые говорят, а что нам выдумывать другие слова, вот эти вот там «здрасте», «доброе утро», «бонжур» и так далее. Написано «Цафра Тава» на арамейском, хотя на нем никто уже не разговаривает, только есть святые книги на арамейском. В то время это был разговорный язык, когда был язык Торы, это был святой язык, а арамейский был разговорный. Он был похож на иврит, но чуть-чуть отличается. И есть, которые говорят только «Цафра Тава», а есть, которые говорят, имеется в виду, что можно сказать на любом языке, кроме святого языка, до молитвы друг другу «здрасте». И они говорят «бонжур», там «хэллоу», ну, как мы, «здрасте». Я отношусь ко второй категории. Но могу перейти в первую, чтобы быть еще более таким. Знаете, есть люди такие прямо консерваторы, которые прям строго вот такие. И буду говорить с завтрашнего дня, например, «Цафра Тава», только «Цафра Тава». Почему? Чтобы не путаться себе голову, чтобы не путать. Вот это Тора. То есть, каждый выбирает свое какое-то взаимодействие с Торой. Для кого-то это просто точка и газетные статьи про религиозных, которые пишут нерелигиозные. Вот все его взаимоотношения с Торой. Для другого он думает, секундочку, вот эти статьи, которые пишут нерелигиозные журналисты про религиозных, да, с целью их очернить, не может же быть, что это Тора. Это не Тора, это просто статьи. А что же это за Тора? Что это за люди такие странные, которые этим живут, да? И он заходит, начинает, оп, пишет в гугле, уроки Торы. Начинает слушать уроки Торы. Дальше он находит сайты, в которых есть Тора в чистом виде. Я сразу хочу сказать, что в Тора, на русском языке, в чистом виде, есть на сайте taldot.ru. taldot.ru. Там именно Тора нета. От тех людей, которые именно только учат Тору. То есть, это такие копирайт, носители Торы, да? Равашер Кушнир, такой копирайт на Тору. И, значит, вот, пожалуйста, если вас Тора заинтересовала, вы хотите глубже понять законы, как действовать в Торе и так далее, заходите в taldot.ru, вопрос о раввинам там и так далее. То есть, там у нас мы о Торе. О Торе. Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Пончик, кто нарисовал аппетитный, это вообще не пончик, а яблоко. Спасибо вам за это самое. Это, да. Это сзади меня не пончик, а яблоко. Яблоко. Все. Это как раз у нас есть знакомые, кто нарисовал. Вот они как раз думают, вот религиозные люди, евреи. А это знакомые не евреи и не религиозные. И у них праздник сейчас какой-то. Какой у них праздник? Они как-то узнали, что, наверное, Новый год, они думают, да? И они нарисовали яблоко, подарили яблоко в меду. Это картина. А вот люди спрашивают, потому что вы знаете, видно сразу, что человек знающий, что сейчас Ханукой почему-то едят пончики. Тоже непонятно, почему едят пончики. Она говорит, какой пончик красивый. Я художнику передам, кстати. Где ему будет? Я ошибся. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, у нас сегодня, мы закончили на том, что держись на оставление. 13-й был отрывок. И, значит, не оставляй его, храни, потому что оно жизнь твоя. То есть, если ты держишься за Тору, если ты держишься именно за Тору, то это путь жизни. То есть, ты через Тору, через слова Тора, ты зацепился за вечную жизнь. То есть, у тебя есть, как бы дверца открывается, такая дверца, и говорится, у тебя есть душа. У тебя не только есть голова, которую ты видишь в зеркало, у тебя есть внутри душа. И человек без Тора, он это не узнает. Откуда он узнает без Тора, что у него есть душа? Дальше у человека есть, эта душа есть у него заповеди. Если он выполняет заповеди, тогда он эту душу одевает своими заповедями, своими мыслями. И у него эта душа одетая. Она не просто там душа, луч такой, а у него душа, на которую он одевает себя. Дальше он так, так, одевает, одевает заповеди Тора. Потом приходит момент смерти, его душа выходит из тела, И она видит себя одетой. И она такая, о, то, о чем я читал и то, ради чего я работал, оно начинается. Все, поехали, значит, садиться на Харли и в рай. На Харли Дэвидсоне. Может быть. Я же не знаю, насколько сильны у этой души свойства самовосприятия. То есть мы себя воспринимаем только тем телом, которое мы видим в зеркало. Но это же только восприятие. Внутри себя человек строит некий образ. Есть люди, которые владеют визуализацией, они могут закрыть глаза и они могут себя представить другими, чем они видят себя в зеркало. Причем, знаете, интересная, уникальная есть вещь, когда, когда это, есть в Ютубе такой ролик, значит, вызвали художника-криминалиста, который, который, ну вот, самый точный в мире художник, который делал фотороботы по описанию людей. Вот ему говорили, присумник выглядит так. Он рисовал, рисовал, самый какой-то гениальный художник в мире. Брали людей, вот так вот брали конкретно, там, по-моему, человек 15 женщин. И, значит, вот так простынка. И женщина описывает себя. Описывает себя, он рисует, она сама себя описывает, он рисует. Потом, значит, вторая женщина описывает себя, он рисует. Третья описывает себя, четвертая описывает себя, пятая описывает себя. А потом взяли они, этих женщин опять смешали. И эта женщина сидит, рядом с ней сидит другая женщина, он же не видит за простынкой, и описывает ее в произвольном порядке. И он опять же рисует по описанию фоторобот, ну не фоторобот, а эти рисунки. И потом развесили эти картинки, вот женщина себя описывает, вот ее описывает кто-то. Вот женщина себя описывает, вот ее описывает кто-то. Вот женщина себя описывает, вот ее описывает кто-то. И оказалось, это удивительная вещь, что когда кто-то описывает человека, он выглядит по-другому, чем когда человек сам описывает себя. И все время было, что когда кто-то описывает человека, то получался человек красивее, чем человек описывал себя. То есть это есть в ютюбе такой ролик, с чем это связано, как это связано, непонятно Теперь значит, но что будет с душой, вот эта вот ее сила, самовосприятие Как она будет себя воспринимать, насколько она будет повторять размеры тела, из которого она вышла и так далее Это мы все узнаем после смерти Мы вчера, я не знаю почему, получили сообщение, что умерла мама наших друзей Значит, и чтобы вот у нее была Маша Плетневая, мама умерла, и чтобы у нее, ну я пока не знаю почему, но она достаточно была молодой женщиной Чтобы вот Тора, которую мы изучаем, чтобы помогла ей пройти Говорят, что душа первые три дня, наиболее ей страшно, то есть она, тело не отрывается Она вот тут вот вокруг тела летает и не хочет никуда лететь А потом 7 дней, а потом 30 дней там Но у цадиков, у них этого нет, им не страшно Они всю жизнь ждали, быстрее в рай там туда, к родственникам там и так далее Уже, ну заждались, к великим мудрецам прошлых поколений Цадики, они говорят, вот быстрее бы, быстрее бы, значит туда, дальше Я, кстати, вчера читал, что Раф Зильбера в книге «Чтоб ты остался евреем» рассказывает, что когда его отец умирал И он перед смертью, значит умирал, и потом он открыл глаза и говорит За мной пришел мой папа, его папа, то есть они все за мной пришли, чтобы меня проводить в рай Великие праведники, у них там особенно есть место, их встречают Поэтому имеет смысл при жизни учить Тору, чтобы потом сразу, сразу идти в очень хорошее, интересное место Хорошо, это 13-й отрывок, мы вчера на нем закончили Сегодня 14-й отрывок Значит переводится 14-й отрывок так Значит, путь это широкая, широкая такая дорога А орох это маленькая тропиночка Теперь, помните, мы учили до этого отрывок, был такой Беколь драхеха деегу, на всех своих путях познавай Бога На больших дорогах познавай Бога В у я ашер архотеха, и он выпрямит твои дорожки То есть дорожки имеются в виду мелкие жизненные решения А пути это глобальные жизненные решения, по которым ты идешь Теперь, значит, сказали нам, что на тропиночке злодеев не становись И счастья не будет на пути злых людей Значит, что имеется в виду? Человеку вначале, любой человек выбирает вначале себе идеологию Ты с кем вообще? Вот его спрашивают, ты кто по понятиям? Да? И он должен сказать, я по понятиям, кто я? Обычно человек говорит, ну там, где-то если мы посмотрим на западе Он сразу скажет, я там евангелист, скажет какой-нибудь человек Да, в Америке, их там 70 миллионов, они христиане-евангелисты Мусульмане, он скажет, кто я? Я мусульманин, какие-то мне вопросы Меня ждут там 43 девственницы Или сколько ждет мусульманина девственниц в раю То есть у них особенный рай, я не знаю, как, заполненный чем Теперь, значит, спросишь у еврея, ты кто? И тут начинаются часто разговоры такие А что вы имеете в виду? А вы кто? А что значит ты кто? Что значит я? И я там, ну и так далее Начинаются вот эти вот все разговоры А зачем ты спрашиваешь? А вы продаете или вы покупаете? Начинаются вот эти вот все исследовательские штучки Которые уводят с пути Но тем не менее человек должен определиться со своей жизненной идеологией По какой системе он живет Что для него добро, что зло, что правильно, что неправильно и так далее Идеологии нам мир предлагает три главных магистральных Первая идеология это религиозная Которая базируется вся на 10 заповедях На том, что Бог сообщил, что такое добро, что такое зло И он сообщил И или я это принимаю И принимаю Бога, создателя мироздания Который сказал, что есть добро и есть наказание за зло И есть награда за добро Я иду по вот этой религиозной системе По разным ее там тропиночкам, кусочкам Есть, конечно, там извращения Есть секты разные и так далее Но глобально, я думаю, что там 90% религиозных людей в мире Это все потомки идут от Авраама Это называется авраамические религии Авраам нашел путь к Богу И вот все три религии Это иудаизм, мусульманство и христианство Это называется авраамические религии Которые базируются на Аврааме Который соединился с Богом И дальше передается это знание о создателе мира Которое начало в рам Это первый путь По нему идет в мире, если посмотреть Наверное, процентов 80 людей в мире Если погуглите в Витипедии Они верят в Бога, в создателя мира И соблюдают законы в большей или меньшей степени То, как Бог хочет, чтобы люди жили На сегодняшний день, ну, может быть, 70% Я думаю, они верят 80% Но соблюдают строго 10%, да? Может быть, 10-5%, 3% Евреев в мире, знаете, сколько евреев в мире? 0,25% А из евреев, из этих 0,25% населения мира Из них соблюдают 10% строго Это 0,0,2% они именно соблюдают Но я вам так скажу, что если мы возьмем у человека мозг, например, да? Мозг человека И возьмем в мозге ту часть мозга, которая отвечает за высшие проявления человека За речь, например, да? То это тоже будет от массы человека будет там 1-2% Но именно это то, что делает человека человеком Тоже это, ну, как бы, количественная часть Она не принципиально важная Потому что возьми какой-то микропроцессор из телефона, вытащи один Он работать тоже не будет То есть есть... Хорошо, значит, это 80% возьмем Дальше Есть примерно процентов 20 осталось у нас Из этих 20% процентов 15, я думаю 15% называют себя гностики Некрасивым словом Гностики такие они Они гностики имеются в виду Они такие Что вижу, в то верю Что не вижу, в то не верю То есть вот вижу чашку, в чашку верю А Бога вижу, я в Бога не верю Но все равно им надо Надо им выбрать какую-то идеологию У этих гностиков все равно есть какая-то идеология И все равно он скажет Ты мою чашку не трогай, чашка моя А ему скажешь А что тебе, какая тебе разница Ты веришь в чашку, я верю в чашку Стоит чашка, стоит А я не верю, что она твоя Так гностику можно ответить И все У гностиков Проблема Очень серьезная у гностиков Что они видят только то, во что они верят Верят то, во что они видят То есть у них сложно с правилами И есть процентов в мире, я думаю, 5 людей Которые служители зла Может быть их 2%, может быть их 1% Но это называется вот тем, по которым нам сказал царь Соломон Не найдешь счастья на пути злых То есть есть люди, которые проповедуют идеологии зла Конкретно, откройте пожалуйста в Википедии Наберите там воровские понятия 6 воровских понятий, 6 приближай к воровским понятиям Занимаются актеровом То есть каждый, кто живет по воровским понятиям Должен рекрутировать Рекрутировать свою систему людей Которых обучают конкретно воровать И так далее При этом интересная какая вещь Что зло, написано в Торе У зла нет ног И невозможно, чтобы человек Ну, есть маньяки, которые маньяки, маньяки Но их вообще единицы Это сбой вообще какой-то программы Но как же так привлекают они, например, там Я не знаю, в бывшем Советском Союзе сидит около миллиона человек Да, если взять по всем странам А в Америке сидит в тюрьмах 2,5 миллиона человек Из них там, например, в бандах состоят сотни тысяч людей Которые именно в бандах, которые профессиональные служители зла У них зло не может стоять Написано в Торе У него нет ног Так они внутри Они делают внутри, что нужно быть честным Ты друг друга не можешь обманывать Там, если ты обманешь другого, то тебе капец И так далее То есть они внутри делают как бы мир добра для себя Ну, между собой Но это тоже как бы Потому что не может человек быть Тут он зло, тут Понятно, да? Теперь нам сказал царь Соломон конкретно Не найдешь ты счастья на пути злых То есть если тебе кажется, что вот эти люди Которые проповедуют там Что-то, что идет против Торы Да, против божественных заповедей Что они счастливые Это неправда Когда идет пропаганда изменения пола И говорят там Будь тем ты себя ощущаешь Хочешь женщиной быть Давай, руби с плеча Все Это кто говорит? Это говорят хирурги, которые за это получают деньги Это говорят те люди, которые с этого зарабатывают Это говорят журналисты, которым Ну, лишь бы раскачать сенсацию А надо посмотреть факты, что они убирают в течение 10 лет После того, как обрезают себе, меняют пол Они просто тупо умирают Это люди, которые ради того, чтобы реализовать какую-то сумасшедшую идею Они готовы умереть У них не будет детей У них не будет семей У них не будет будущего Они никогда не пойдут со своими внуками на каток Потому что они повелись на идею, которая идет, идея зла Понятно, да? Это не найдешь ты счастья на пути злых А теперь не вступай на тропиночку злодеев Если человек идеологию себе выбирает Она по идеологии против Торы, против Бога Это как бы идеология Тогда все можно А тогда уже, если наоборот Мы идем от обратного Если на путях своих познавай его Познавай Бога То есть ты выбрал идеологию Торы Тогда она выпрямит все твои дорожки Постепенно она тебе, ты изучаешь Тору И ты понимаешь, надо жениться Надо родить ребенка Надо работать Надо учиться Надо вставать утром, говорится, афратава Потом надо там молиться Надо быть благодарным И постепенно, если ты идеологию стал на путь Торы То эта идеология, она выпрямит все твои маленькие дорожки У тебя жизнь будет вся гармоничная То есть там все продумано Если ты выбираешь идеологию Опа, убрали, Торы нету Все, нету Бога, нету награды, нету наказания Делай, что хочешь Тогда у тебя полная путаница в голове Тогда ты можешь уже украсть Ограбить Там, ну и все остальное для тебя становится возможным А все равно же есть специально обученные люди Которые ловят тех, кто делают зло Специально мир так устроен Что даже по правилам мира Вероятность того, что злодея найдут Злодея, преступника Вероятность того, что человек, который там ушел Например, от семьи, детей И вероятность, что у него начнутся на втором шаге проблемы Она велика Вот, например, я как-то разговаривал с одной женщиной Ну вот, которая разошлась с мужем Разошлась она с мужем, все И она теперь говорит А я же вообще не предусмотрела Я-то думала, мне легче будет А мне вообще, говорит, сейчас очень тяжело То есть я на тот момент, когда я решала Что я буду жить без семьи Мне казалось, что я отлично буду себя чувствовать Прям великолепно А потом она говорит А я не думала, что столько сложностей То есть мне было исправить намного легче бы Чем я сейчас себе создала столько трудностей Которые просто у меня, капец, не предусмотрено Это называется Когда ты выбираешь прямую дорогу Она выпрямит потом твои маленькие тропинки Если ты уже пошел по дороге со злодеями То у тебя с тропинками потом тоже будет все нехорошо Пятнадцатый отрывок Переводим отрывок Пареу Альта авор Значит Пареу это как избегай его Альта авор Не проходи по нему Сте мэлаф Это уклонись от него Вэ авор Пройди мимо То есть нам дается здесь четыре варианта Как избежать контактов с плохими людьми Со злом То есть есть зло Которое идеологическое зло СМИ Современные СМИ Они его тиражируют То есть это чаще всего зло В квадрате Которое имеет свою конкретную цель Прямо зайти в мозг человека И человека забрать себе И перевести значит его на какие-то тропинки злодеев Теперь значит что делать Первое сказали нам избегай его То есть ты сур мира Ваосетов Отодвинься от зла и делай добро Как-то Саба Миновард Так был такой великимудрец Он Когда Когда понял Что мир Насколько мир Он влияет И насколько мир Он тебе постоянно дает Соблазны Зло там и так далее Он заперся в доме И сидел два года не выходил Заперся Замуровался в доме Ему еду передавали Он сидел молился К нему приходят Другие мудрецы раввины Говорят ему Слушай выходи Надо молиться в Миньяне Надо все Он говорит Вы знаете Написано Сур мира Отодвинься от зла И делай добро Он говорит Я первым Самое главное Это отодвинься от зла Я говорит Не могу в обычном мире У меня столько соблазнов Лошонара Люди друг другу говорят Сплетни Злоязычия Там Ну то есть Куда не посмотришь Тебя глаза видят Сердце хочет Руки-ноди делают Он говорит Я чтобы избежать соблазнов Я избегаю его Теперь Поэтому религиозный мир Ведет явную Такую конкретную войну Такой вот Настоящий религиозный мир Ведет войну С интернетом С вот этими фильмами И так далее Потому что через фильмы Влазит в голову Вот эта идеология мира Понятно Потому что например Ну вот Какой могут сделать фильм Я не помню как фамилия Есть там два брата Супер-мега Какие-то режиссеры Которые стали потом Двумя сестрами Вачовске Вачовске мне подсказывают Да Понятно Были они брат и сестра Были братья Стали брат и сестра Потом две сестры Потом и так далее То есть Понятно что у людей С головой же не в порядке То есть Но они через фильмы Они же это как-то внедряли Матрицы Это матрица Они сделали фильмы Да То есть Они сказали Что все иллюзия И придумали свою иллюзию Хорошо Значит Избегай его Дальше Аль-Тавор Не проходи по нему То есть Если ты уже Каким-то образом Вынужден Ты работаешь Ты находишься Интегрирован в среду Которая управляет Уже Не твоя идеология Не идеология Торы А управляет Идеология Общества потребления Там и так далее То есть Мы живем в мире Которым управляет Уже идеология Не нами придумана Не идти по этим путям Хотя бы ты Оп И не проходишь по ним Уклонись То есть Тебе подходят Говорят Ну что На работе Братуха У нас сегодня Новый год Значит Что ты будешь Ты говоришь Я приду Все нормально Приду Ты не будешь ему Объяснять Что ты не придешь Пришел Главное здесь И наливаешь себе Чуть-чуть водички Соком разбавил Выпил 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 Чтобы ты Ну чтобы не обиделись Все Потом как все набухались Ушел И все Это называется Уклонись от него И пройди мимо Пройди мимо Значит Тут смотрите В чем идет Интересная вещь Если два человека Начинают Вдруг они начинают Спорить И ссориться Один из них У него нет никаких Правил И он может Там Подкупить Милицию Подкупить Судей Он может Использовать Любые Нечестные Приемы Для работы А с ним А с ним Пытается Спорить И бороться Человек Который Ограничен Заповедями Торы И так далее У кого Больше преимуществ Понятно Больше преимуществ У того Кто Бесправил Но Бог Защищает же Те кто идет По пути Бога Защищает Но Если уже Человек Вошел В коммуникацию Со злодеем То тут Бог может Сказать Слушай Ты уже Тут нарушил Здесь нарушил Там нарушил То есть Ты уже Столько На тебе Висит Вот такой Грязи Когда ты Уже Туда Залез Что Чудо Может Не произойти А если Ты Сам Себя Ограничиваешь Бог Тебе Не помогает Потому что Ты зашел Уже В эту Грязь Сам Залез А этот Злодей Использует Все средства Вот Этот 15 Отрывок Он очень важен Прямо Конкретно Избегай его Прежде всего Самое простое Избегай зла Во всех его Проявлениях Отодвинься От зла И делай добро Мозг не терпит Пустоты Поэтому Нужно иметь Всегда с собой Какую-то книгу Месилати шарим Путь праведных Рамкаль Значит Путь Бога И так далее Чтобы ты всегда Мог погрузиться В изучение Торы В изучение Торы В постижение Торы В выполнение Торы В повторение Торы То есть Чтобы твоя голова Была заполнена Божественной Работой Вот этой И тогда Ты спокойненько Вот Талмуд Учат евреи Чем еще евреи Занимаются Учат Талмуд Там 2500 листов Вот таких вот Детективных Разборов Любой ситуации И ты все время Занят А когда ты не занят Ты думаешь Что же там Он ему ответит На следующей странице По этому вопросу Кто-то ему задал Сложный вопрос А этот Ему сейчас ответит То есть У тебя голова Занята Торой И понятно Что к тебе Злодей приходит Говорит Ну что Может пойдем Пивка бахнем Ты говоришь Секундочку Я занят Занят Я у меня просто Встреча сейчас С очень важным человеком Для меня С Рамхалем С великим мудрецом Рамхалем Мне интересно На следующей странице Что он мне скажет И так далее Избегай Не проходи Уклонись И пройди мимо Тот же Кто вступает В пертьевод Мы учили разъяснение На этот отрывок В пертьевод Написано Архек Мишахенра Отдались от плохого соседа Вальти Тхабер Лераша И не присоединяйся К злодею Даже в хорошем Вальти Тяеш Минапуранут И не придется тебе Отчаиваться от расплаты Расплата По-любому приходит По-любому приходит И когда ты Как лот Он поселился В сдоме И все было хорошо Но в какой-то момент Все стало плохо И значит Лот Только из-за своего Из-за своей связи С Авраамом Он спасся Точно так же Точно так же Каждого из нас В моменты сложности Может спасти Только связь С Богом Авраама Через Тору Вот именно Бог создатель мира Он нам дает Через Тору Все вот эти вот Спасательные Канаты Спасательные шлюпки Когда Титаник Будет тонуть То спасутся те Которые По этим канатам Через Тору Сумели подняться Из своих биоскафандров И все в рай На Харли Дэвидсона Все Удачи Успехов Всем Хорошего дня Хорошей недели И с Божьей помощью Чтобы все было хорошо Все Напишите свои выводы Из урока И добавьте Торы В свою ежедневную жизнь Через изучение Каких-то простых понятий Чтобы голова была Все время заполнена Торой Все Удачи Успехов Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok